Молдаванина, погибшего в Израиле в результате атак Хамаса, репатриируют народную. Расходы взяла на себя компания, обеспечивающая страховку на месте, где работал мужчина. Об этом нам сообщили в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции. Между тем, власти в очередной раз призывают покинуть опасные районы и, готовя списки лиц, которые захотят в срочном порядке эвакуироваться, в том числе и из сектора газа. По официальной информации, мужчина работал всего в двух километрах от сектора газа, контролируемого палестинцами. Город, в котором проживал Молдаванин, был одним из первых, которые террористы Хамас штурмовали в первый день войны. Этот человек работал в Израиле. У него была рабочая страховка. Он будет репатриирован на родину, причем все расходы берет на себя страховая компания. Посольство Республики Молдова оказывает всю необходимую помощь для оформления соответствующих документов. Несмотря на призывы власти избегать поездок в Израиль с начала войны и до сих пор, туда уехало более 400 молдаван, вдвое больше, чем тех, кто прибыл в Молдову воздушным транспортом. Наших сограждан, покинувших Израиль, могло быть и больше, если учесть, что некоторые из них воспользовались коммерческими рейсами в города Румыния. Между тем, почти 200 человек зарегистрировались для эвакуации в случае необходимости. Посольство Республики Молдова, имея доступ к кризисной ячейке, создало механизм для сбора информации о количестве граждан, которые заинтересованы в эвакуации в случае необходимости. На данный момент это 187 человек из общего числа в 13 тысяч, которые там легально живут и работают. Помимо 13 тысяч граждан, работающих в Израиле, по данным посольства Молдовы в Тель-Авиве, в секторе Газа зарегистрировано. Также свыше 100 молдаван власти рассматривают и возможность их эвакуации. Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами в секторе Газа и работает над реальными возможностями эвакуации из этого района. Учитывая, что единственный доступный путь эвакуации по суше через пункт пропуск Рафах на границе с Египтом, мы находимся в тесном контакте с властями Египта. Некоторые, кто все же решили остаться в Израиле, говорят, что поняли, какой это был риск. Они с ужасом рассказывают о том, что им приходится ежедневно переживать. Нас в комнате двое спим по полночи каждой, полночи один, полночи другой. И так до тех пор, пока не прозвучит сирена. Иногда перед ней слышен свист ракет. В то же время по запросу посольства МВД направило письмо всем компаниям, работодателям, в котором просят не создавать препятствий для граждан Молдовы, работающих в Израиле, если они захотят покинуть страну и обеспечить им сохранение рабочих мест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!